Паника А тема сегодняшней встречи – панические атаки, когда мозг становится врагом и генерирует состояние очень большого страха, паники, что с этим делать и как себя спасать. Поговорить сегодня с нами об этом Наталья Булыгина, клинический психолог и дианалитик. Здравствуйте, Наталья. И прежде чем мы начнем, хочется, как обычно, разобраться в терминах. Паническая атака, все про нее слышали, некоторые даже видели. Ну а что же это такое вообще паническая атака? Некоторые видели, некоторые ощущали на себе, собственно. Это реакция. Реакция организма, которая обязательно предполагает отражение на уровне тела. Очень сильный, мощный выброс. Давайте так ее назовем. Это страх, доведенный до предела. А потом еще страх на страх. Как бы так не было, это поразительно. Но паническая атака – это реакция на выдуманное что-то. Паническая реакция на выдуманное? Ну вот, то есть, это максимальный страх. Как он может ощущаться, да? Вы сказали, ощущается. Он ощущается обязательно. Что происходит? Со стороны вегетативной системы это сердцебиение. Там очень сильно очищается. Это подъем давления. Это, может быть, человек его может взнобить. Он может там потеть. Я не знаю, у бедного всего трясет этого человека. То есть, ну, проявление вот реальное. На ужас-ужас. Вот так. Что запускает такую вот реакцию потрясающую? То есть, есть какие-то триггеры, которые это запускают? Они универсальны для людей или для всех? Или это что-то персональное, индивидуальное? Вот вы знаете, универсальна паническая атака. Давайте так. То есть, она может случиться с любым? Она универсальна. Никто не страхован. Но человек ее переживает, скажем так, в своем переживании паническая атака универсальна. А причины, ведущие к этому состоянию, у каждого человека свои. Могут быть переживания этих причин, могут быть уникальны, конечно. А как они формируются? То есть, это какой-то якорь получается? Или что это? Вот этот элемент, который запускает эту паническую атаку. Откуда он берется? Я могу вам привести живой пример. Я думаю, и людям это будет интересно. Я могу уже о нем говорить. Здесь не будет нарушения конфиденциальности. Смотрите, есть девушка. Раньше у нее была, когда вот эта сама проблема с панической атакой. Что происходило? Она могла заходить в магазин, и ее начинало буквально вот волной захлюстывать это паническое состояние некое. Я ничего не понимаю, что происходит. И так каждый раз. И главное дело было, она стала замечать, что это происходило, когда она подходила к полкам с фруктами. Ну, вот так примерно. И последней, скажем, такой точкой было, когда они сидели с друзьями, и один из друзей резал арбуз. И вот просто сидит, режет арбуз, а косточки сдвигает. И тут случилась такого масштаба паническая атака. Ну, это вот как вулкан взорвался. Ей стало, конечно, очень плохо. А потом, в ходе терапии, мы вышли на причину. Вот насколько это удивительно устроен мозг человека. Причина была вообще очень давняя. В детском лагере, когда они не спали, вожатая попросила парней постарше напугать этих малявок. Эти, значит, малявки сидят в кругу, там что-то между собой разговаривают. И тут с балкона забегает парнишка повзрослее. В руках он держит нож, а в другой руке апельсин. И подкидывает его, значит, этот самый апельсин. И они все испугались. И вот эта вот девушка тоже испугалась, убежала в ванную комнату. Там случилась истерика. Она в этой ванной комнате топталась там и так далее. И вот реакция зафиксировалась. То есть потом, когда мы добрались до сути, она поняла, что это реакция на фрукты. Вот фрукты были триггером. А причина была там. Вот там давно-давно, далеко-далеко. И ей понадобилось просто это осознать. Вот был контекст-контекст психотерапевтический. Убирались мелкие всякие детали. Она научалась мыслить рационально. И потом за одну встречу у нее ушла паническая атака. Больше она не возвращалась, естественно. Но, как правило, паническая атака, она и не обязана возвращаться. Она может быть вообще одна единственная в жизни у человека, по сути. То есть это не какое-то хроническое заболевание? Может переходить, да, в такое паническое расстройство. Но паническое расстройство, это уже важно понимать людям, что паническое расстройство – это то, что они делают сами. Вот как бы это еще странно не звучало, паническая атака, она в принципе, скажем так, до нее человек доводит себя самостоятельно. Вот вы знаете, интересно то, что мы испытываем похожие состояния, когда, например, катаемся на американских горках, к примеру. Вот это такой же мощный выброс адреналина. Но там мы такие, ааа, и нам смешно и весело, мы в восторг это буквально вводим. А здесь ведь нет перед нами панической, этой американской горки. И мы переносим это состояние, словно бы на ровном месте случившееся, скажем так, ужас-ужас, то есть катастрофизация одной из когнитивных искажений. И поэтому реагируем на него страхом дополнительно. То есть, представляете, вот выбросился адреналин, от чего разогнало сердце. Ну, собственно, бей или беги, да, это инстинкт самосохранения. И мы такие, ох, не знаем, что с этим делать. И что мы делаем? Начинаем себя пугать. О, боже мой, наверное, я умираю. От этих мыслей выбрасывается дополнительная порция адреналина. И получается, представляете, адреналин на адреналин. Ну, страх на страх. В общем-то, вот так практически такая мета-модель. А это сложно. И в самом моменте, когда происходит паническая атака, соображать рационально, конечно, трудно. Потому что человек сконцентрирован на том, что с ним происходит. На самом-то деле страшна не сама паническая атака, а то, что стоит за ней. Люди, как правило, боятся то умереть, кто сойти с ума, потерять контроль, что-то там с собой сделать, упасть в обморок даже. У кого что, в общем. То есть, да, паническая атака, она вот... Причины панических атак бывают очень разные. Это бывает реальный. Реальная причина, потом... Ну, вот как вот эта девочка с апельсином. Да, да, как про девочку, да. А может быть, вымышленная причина тоже вымышленной, выдуманной. Например? А если вдруг? Вот... А вдруг война? А вдруг война, да. Вот на зубы дня, да. А вдруг война? Или, а вдруг что-нибудь там... А вдруг я не сдам экзамен? И человек говорит себе, вот это наш любимый, а вдруг? А если? И потом начинает к этому, а вдруг, складывать свои мысленные, привычные мысленные, антипаттерные через когнитивные искажения. Что же там будет происходить? Ну, не знаю, там, да. Вдруг я не сдам экзамен, значит, я не поступлю туда-то. Если я туда не поступлю, значит, я все полный неудачник. И человек, когда он думает, а у нас же воображение, мышление, сквозные психические функции, то есть они постоянно, собственно, работают. Мы только можем их направлять, а они независимо от нас работают. И когда вот мы говорим, сразу видим образ. Ну, вот если я вас попрошу сейчас ни в коем случае не представить себе красное яблоко, когда я говорила про яблоко, вы его, конечно, представляли. Реальный триггер – это когда реальный страх, там, апельсины меня напугали, есть опыт, и как бы жизнь, да, из опыта выходит этот реальный триггер. Да. А есть воображаемый триггер, правильно? Ну, да. Ситуация даже воображаемая, то есть ее как бы и нет в этой ситуации. Она предполагается, что… То есть нет и не было. И не было. Может случиться вот так. Человек может себя буквально накрутить, есть такое слово в народе, вот примерно так, через вот это самое когнитивное искажение, которое называется ужас-ужас, катастрофизация, собственно. Вот. И, ну, а организм, он же вынужден реагировать. Вот, понимаете, это вот интересное дело, это экспериментальные вещи, наш с вами мозг не видит разницы между вымыслом и реальностью. Вот если вот так брать, допустим, у спальки. На самом деле очень страшно звучит. Нет, на самом деле это звучит, знаете, как, может быть оно и страшно, но это еще и про то, что ура, у нас есть рычаги управления. Но насколько это интересно, допустим, ложится человек спать. Может быть у вас так было, вы хоть раз просыпались от кошмарного какого-то сновидения. И вот казалось бы, вы, там, что у нас происходит, не такие, тушь, выбросился адреналин. Выбросился, мы проснулись. И, собственно, что мы видим? Зрачок, руки трясутся, сердце бьется, нам страшно, по-настоящему. Но ведь по факту ничего не происходило. Мы спали себе дома в теплой, уютной кровати. Ничего не происходило совершенно. Было абсолютно безопасно. А вот на сценах воображения разыгралась целая катастрофа. И человек, поскольку сознание выключено, оно спит. Мозг, как инструмент, грубо говоря, инструмент, да, да, простят меня, коллеги, но вот орган, который берет информацию, перерабатывает, и вегетативная система организма реагирует на то, что он видит и обрабатывает абсолютно так же, как на увиденное в действительности. Вот, поэтому, да, есть ситуации реальные, есть ситуации воображаемые. И мы можем реагировать до паники, так себя накручивать, и опираясь на реальность, и на воображение. Ну, а воображение, оно тоже, конечно, будет, оно иметь будет какую-то свою причину. Ну, не знаю, например, тревожно-мнительный склад характера, тревожно-мнительный. А что это значит, тревожно-мнительный склад? Это как понятие, тревожно-мнительный или нетревожно-мнительный? А вы знаете, когда, например, какой бы пример такой привести, вот вы выходите на улицу, идет дождик, и человек такой говорит, ой, дождь, ура, хочет над этим, радуется, подрасту, как грибочек, к примеру, а другой говорит, ну вот, дождь, сейчас вот что-нибудь с этим дождем в осадках выпадет мне на голову, я бы сею, человек тревожный, ему тревожно все, он так сложился, ну что ли, это процесс воспитания, то есть там генетика, она играет вот какую-то минимальную, прям составляющую генетика, это предрасположенность, а дальше это стиль воспитания, в какой среде взращивается. Давай, вредные советы Григория Острова, как воспитать тревожного человека? Воспитать тревожного человека, это две крайности, гипер и гипо-воспитание, то есть гипер это слишком большая забота, тогда ребенок растет, знаете, таким неумехой, что ли, в своей голове, то есть за него все делают, шнурки за него завязывают, кашу ему дуют, греют там и так далее, то есть, вау, не знаю, его просят помыть посуду, начинает это делать, мама говорит, ай, да ладно, давай я побыстрее, или да ты мой хороший, или ты моя девочка, или что, успеешь, да, и он ничему не научается, этот человек, вот, и кажется, что, то есть, с одной стороны, это выглядит, как такая мега-забота о ребенке, а вот подсознательно, подстудно он получает информацию о том, что этот мир принадлежит взрослым, а он маленький, он с этим взрослым миром вообще не справляется, ему становится тревожным, это вот такой момент, и родители, которые так гипер-заботятся о своих детях, они, конечно, тревожные сами, потому что, ну, а, собственно, чего столько заботы-то о нем, это же, это ребенок, он развивается, незачем ему эту выученную беспомощность вталкивать, но он так и получается. Ну, а другая крайность, когда он оказывается таким немножко ненужным, мол, сам разбирайся, а и он не знает, куда с этим, с какой-то проблемой кому обратиться, и он будет тоже тревожиться, знаете, как слепой котенок, тыкаться в углы, где же там найти правильное решение, много шишек себе понабивает, путь ненужный, чувство ненужности, оно поднимает тревогу, как будто, вы знаете, так, выброшенный за борт человек, такой, вне социума, это очень тревожно, поскольку мы социальны, и нам важно быть в социуме. Всему норма, золотая серединка, к ней надо стремиться. Я хочу вот все-таки доформулировать, какие люди более склонны, да, потому что все мы пугаемся чему-то, там, что-то с нами происходит, но у кого-то панические атаки случаются, а у кого-то нет. Вот те, у кого случаются, то есть это тревожность, это определенные вот эти два стиля воспитания гипергипа. Еще есть какие-то типы личности, типы характера, особенности, которые, ну вот, делают человека более уязвимым в хронической атаке. Знаете, как хочется ответить? Хочется ответить словами Виктора Франкла. Когда он написал книгу «Скажи жизни, да», и это психолог, который был в концлагере, и вот он сделал такую вот выдержку, да, которая звучит так. Первыми сломались те, кто ждал, что это скоро закончится. Вторыми сломались те, кто был уверен, что это не закончится никогда. И адаптировались и выжили те, кто смог принять ситуацию и находиться в ней, то есть решать задачи выстроенные, выстраивать решение задач, находить в данной конкретной ситуации, ничего, собственно, не ожидая. Вот, и вот и все. И здесь точно так же, в зависимости от контекста. Ведь бывает, что мы будем с вами смотреть на человека достаточно устойчивого, но если он будет находиться продолжительно в определенной среде, стрессогенной среде, то, ну, мы не знаем, как он будет реагировать. Ну, мало ли. А вот эти самые, а если вдруг, могут постепенно, капелька за капелькой, сыграть свою какую-то определенную роль, и человек станет более тревожный, а значит, более уязвимый. Вот мы почему, собственно, эту тему еще и взяли, потому что вот два года пандемии, конечно, подкосили устойчивость психическую, в принципе, и многие говорили, что есть побочный эффект после ковида, паническая атака, то есть прям, ну, непосредственно связывали. Это, ну, какое-то когнитивное искажение, что люди, ну, просто пострессовали, да, вот у них снизился иммунитет к этим паническим атакам, ну, так упорченно говоря. И либо действительно есть какая-то связка между ковидом и паническими атаками. Вот в вашей практике так может быть и с вами. Вы знаете, в практике много людей с паническими атаками и после ковида, и до него, и после разных других событий. Что произошло, когда случилась вот эта вся пандемия? Был удар по базовой потребности в безопасности, а второй удар по свободе. Это базовые потребности, если мы ту же самую гласеровскую теорию рассматриваем. То есть людей заперли дома, они не могут никуда выйти, значит, у них нет свободы, это как лишение свободы и безопасности, следовательно. То есть был показан высокий процент смертности. Люди были в панике от того, что можно подхватить вирус, собственно, и умереть. И поэтому люди паникуют, опять же, от чего? А если вдруг это случится со мной? А когда человек уже пережил паническую, пережил сам ковид, например, и у него потом случается паническая атака, она на фоне чего будет? Она будет на фоне того, что, а вдруг я снова, вот этот раз повезло, повезло, пронесло. А там же еще другие штампы есть, вот эти все. А вдруг в следующий раз мне не повезет? И начинается опять накрутка, и, как вы заметили, да, через когнитивные искажения. Там их, таких можно назвать ярко 10 выраженных, но их вообще, конечно, больше. Вот, и, конечно, научить человека мыслить рационально, ну вот не прям все-все-все рационально, потому что, ну, все-таки у нас есть образное мышление, но это будет нужно, вообще любому человеку нужно это сделать. Потому что паническая атака, повторюсь, она, она вообще-то, во-первых, она необязательна, во-вторых, мы ее сами себе накручиваем. И вообще это может быть странно, позвучит, но к ней относиться хорошо бы было проще, вот гораздо проще. Она не опасна в том виде, в котором ее для себя видят люди. То есть у нее нет столько опасностей, как про нее говорят. Вы знаете, как и так страшный черт, как его молит. А если у панической атаки, ну, какой-то там сценарий, да, типичный, то есть там стадия 1, стадия 2, стадия 3, или она как-то вот... Вы знаете, она просто планомерно, планомерно, вот это как нагнетение. Нарастает, нарастает таким-яким снежным комом, потом бух. Знаете, можно сравнить с возрежением вулкана, наверное, можно так. Или, я не знаю, со взрывом скороварки. Как угодно образ любой возьмите. Вот оно копилось, 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 это же подавленное что-то. Неосознанные подавленные чувства, мысли. И вот оно до предела копится, пока нервная система может это выдерживать. А потом вот этот бух, вы знаете, ему даже, наверное, можно благодарным быть, потому что он рванул на поверхность. То есть, ну все, это как подправда, скинуть с себя лишнее... Очищение. Бух, так и все. И человеку, конечно, в этот момент жутка страшно, но он потом выдохнул, и человек чувствует усталость. Усталость, это, вы знаете, иногда это такое состояние, которого даже хочется получить, где-то в консультировании, чтобы человек так осел, выдохнул и перестал, наконец-то, накручивать себя мысленно. Вот он устал, все, он может побыть в тишине, скажем. Вот. А вот если это повторы идут, вот как, например, расстройство паническое, то да, там надо искать, что люди себе говорят. Они себя пугают. Сумасшествуем, чего-то сделаю, боязнь потерять контроль. Что там еще может быть такого... Ну, в основном это вот эти вещи, да, некая неопределенность. А вдруг я вот теперь сошел с ума, и так всегда боятся потерять то, что у них есть. То есть люди же это нарабатывают для себя. Давайте вот сейчас, ну, это какую-то такую небольшую инструкцию для человека, который осознал себя там в панической атаке. Как я могу сама себе помочь, здесь и сейчас, вот, будучи в воронке вот этого, в воронке паники, как я могу сама себе здесь сейчас помочь, чтобы, ну, как-то проще пройти, скажем так, очищить дверь. Вы знаете, можно подойти по-разному. Вот я сейчас два пути вижу. И один и другой будет верным и полезным в зависимости от человека. Вот вообще хорошо бы было ее предотвращать. Вот за пару минут буквально это еще возможно, на самом деле, чтобы не было вот этого самого пика. А если уже это случилось, бывают же ночные панические атаки, там нет этих парок минут, которых ты такой взял себя в руки, образно говоря. Так вот, что надо сначала сделать? Поскольку, когда случилась паническая атака, сердце разогналось, и человек начинает бояться задохнуться, начинает дышать интенсивно, получается гипервентиляция легких, ему кажется, он вообще вдохнуть не может, отсюда начинается головокружение, это состояние ложного напрягания. То есть первое, что ты делаешь, лучше положить ладошки, дышать вот в эти самые ладошки, дабы снизить немножко поток кислорода и чуть больше углекислого газа будет успокаиваться. И на что-то отвлечься, я не знаю, кто что. Кто-то говорит, съешь лимон, положи кусочек лимона в рот, ну отвлечет. Можно посмотреть в окна, сказать так, и начать считать окна дома, что-то сделать, что я вижу, вот так. Можно делать так. А можно, во-первых, только ночью мы ее не можем понять, что-то случилось уже когда, а днем, если это происходит, человек ее чувствует, как она нарастает, он же как бы тревогает, нарастает, нарастает, нарастает. И вот здесь что нужно сделать? Здесь вообще нам на выручку будет парадоксальная интенция так называемая. Это значит, вы ее ждете. Ну это вот прям захонимая дрогайка, паническая атака. Ну примерно вот так. То есть чувство юмора, это на самом деле доктор номер один для людей. Так вот, что нужно желательно, вот что было делать? Переживать ее, прям пережить. Для чего? Для того, чтобы человек понял, во-первых, что ничего страшного с ним не произошло, последствий нет. Потому что если он, скажем так, привычным способом борется с панической атакой, он считает, мыть лицо, начинает хлопать себя по щекам, делать что-то еще, вот это действие, оно фиксируется, как будто единственное спасительное. И в следующий раз, когда возникает паническая атака, человек говорит, так, надо же делать вот это, и начинает это делать. И как бы сцепка происходит, что вот таким вот образом он себя спас. В итоге это может привести к тому, что человек, я не знаю, может вообще себя домой закрыть, никуда не ходить, потому что он когда-то, у него паническая атака случилась на улице, и он такой, о боже мой, я туда больше не пойду. И в итоге это привет-агрофобия, ну что очень даже усложняет жизнь человека. Поэтому вот этот вариант, когда вы чувствуете, что паническая атака надвигается, так, хорошо, так, ладно, я готов, Эль, я готова. Значит, спокойно дышим и говорим, ну да, будет сейчас паническая атака, но выбросится адреналин, это как на американских горках. Я буду его переживать, я даже попробую, возможно, так, ух, но сделать что-то подобное. Потому что это одинаковый процесс выброса адреналина. Вот главное не страшить себя теми последствиями. Человек боится же, что он умирает. Ни один человек не умер от панической атаки никогда не умрет. Не может наше физиологическое тело столько выбросить адреналин, чтобы человек умер вот в это время. Ну, никак. Поэтому, поэтому давайте, если уж так получилось, что панические атаки присутствуют, и вы еще не наладили связь с своим мышлением рациональным, вот не убрали вот эти все тревожные мысли, то тогда вы ее ждете. Вот, ну, как друга в гости. Мол, заходи, чай будем пить. И как бы это сейчас странно ни звучало, но это действительно работает. Потому что то, что ты ждешь, вот то, что ты ждешь, ну, как правило, ждешь, мол, привет, заходи, я тебе рад, а оно такое, ну, ладно, я пошел, в меме проходит. А то, что ты тревожишься, думаешь, я спридел, сейчас придет, только бы не приходило, это как раз и получается. Потому что нарастает вот момент тревога. Ну, тревога, да, напряжение растет, а тело не может не отреагировать. Оно же там вот, я говорю, как пар в скороварке. Оно вынуждено спасаться. Вообще, в принципе, жизнь человек-спасатель выбрасывает это, чтобы освободиться. Потому что в таком состоянии человек ни на что не пригоден. С тем к самосохранению же срабатывает. А если, ну, говорить не о себе, а, допустим, я иду с близким человеком, которого накрывает, да, я могу как-то помочь ему, ну, вот, в этой ситуации? Или мне отойти? Или как лучше? Да, ну, прям, чего там? Можно, конечно, бросьте его сказать, эх, у тебя паническая атака. Сиди, сам справляйся. Да, ну, нет, это же здорово, что на самом деле, когда у человека случается паническая атака, это самое важное, чего он хочет, он хочет людей рядом. Начинает звонить в скорую помощь, дергать родных, что мне очень плохо, потому что ему по-настоящему страшно. Страх-то настоящий. Это вымышленная ситуация может быть, а страх-то настоящий. Помните, говорил, что мозг не видит разницы. Вот, и поэтому взять за руку, просто, вот, не знаю, присесть там рядом или давай быстро, давай походим, быстро походим, ну, адреналин сгорит. Кому, по-моему, минуты пять надо расщепиться, в принципе, адреналин. Походить можно, давай походим, ну, смотри, сейчас с тобой что-то происходит, что происходит, расскажи мне, что с тобой сейчас происходит, мне страшно, а как тебе страшно? Ну, мне очень страшно, например, говорит человек, расскажи мне как, о чем ты сейчас думаешь, а что ты хотел, а что ты будешь делать, когда закончится твоя паническая атака. То есть, вроде бы, вы как его и отвлекаете этого человека, но он в любом случае, даже если он сервится на вас, злится и говорит, а, что ты пристал, мне сейчас очень плохо, не до этого. Вы говорите, да, я понимаю, наверное, что тебе сейчас точно не до этого совершенно, но вот, давай, ты расскажи мне, как это вообще. Вы знаете, здесь можно даже сыграть на том, что, мол, ничего себе ты сейчас какие чувства испытываешь, а я вообще их не знаю, не жадничай, поделись. Ну вот, я понимаю, что человеку в этот момент не совсем до юмора, вот прям не совсем до юмора, но это вот буквально, может быть, в первые разы, а потом, если человек позволяет себе ее и дальше встречать эту паническую атаку, к ней можно еще как относиться. Ну, вообще, это тренировка даже, тренировка нервной системы. То есть сказать, что она прям берет, изнашивает сердце или как-то чревато, ну, нельзя. Ну, я не знаю таких исследований на самом деле. А вот то, что она может более, так скажем, пластичной сделать нервную систему. Вот это можно. А вообще, конечно, нужно что? Нужно устранять причины. Это обязательно. То есть в моменте мы можем много придумать, как человека вывести из этого состояния, но он будет вгонять себя повторно в паническую атаку, потому что не устранится причина. И вот эту причину нужно находить. Какие есть способы вот эту причину находить? Что можно сделать? Медицина предлагает нам фармакотерапию. А то есть это какой кластер препаратов? Это прочая тревожность? Вы знаете, я не буду это говорить. Почему? Потому что об этом имеет право говорить только доктор. Поэтому тут совершенно не моя компетентность. А вот то, что касается психологических факторов, психотерапевтических, то, ну, во-первых, я уверена, что у человека хватает ресурса у самого без медикамента. Это вы знаете, когда вот нужно, когда очень мощно сильно бьет вот эта тревога, вот человек себя накручивает, и он, ну, как будто бы не может перенаправить мысли свои. Тогда, да, его можно медикаментозно поддержать, врач ему поможет. Но медикамент он как костыль своего рода. Вот для того, чтобы только поддержать. Поскольку, ну, таблетка не выстроит логику в голове, не уберет причины. Она мышление, да, не сделает более рациональным, что ли, грамотным. Вот. Поэтому, конечно, в процессе и параллельно обязательно нужна психотерапия. по-разному это занимает время, по-разному проходят процессы. Кому какой способ подходит, к тому какое направление, кто где. Мне нравится песок, где аналитический. Я с собой прихватила книжку, чтобы просто показать, что делать. Здесь случайно, не случайно написано, а рототерапия, психотерапия высоким смыслом. Потому что, это когда человек мыслит рационально, высоко, любит рассуждать. Вот не только один путь видит, а много. Много вариантность. Ему он становится хозяином своей жизни, собственно. А значит, он готов принимать в ней все, что происходит и справляться с этим. Это делает его в своих же глазах сильнее. То есть, он такой уверенный становится. Да, это счастливый человек. Это человек, который может принести много пользы другим людям. Давайте тогда, ну то есть, мы часто наших экспертов, наших гостей просим рассказать о какой-то практике, которую можно самостоятельно сделать для того, чтобы, ну я не знаю, тут как цель вы можете сами задать, что лучше, да, спрофилактировать паническую атаку. Или там вот наработать, как вы говорите, рациональное мышление, да, вот это. То есть, ну что-то, что можно самостоятельно сделать там самому, чтобы в свою жизнь сделать лучше, безопаснее, гармоничнее, вот в дальнем нашем вопросе. Ну, профилактика будет заключаться в том, что нужно задаться целью и посмотреть вообще, а как я живу. Все ли меня устраивает? Совпадает ли желаемая картинка, которая у меня внутри в голове, с реальной? Если не совпадают, внутри будут нарастать противоречия. И чем они дальше, тем привет невроз быстрее и всякие другие состояния, типа паники. Поэтому, что желательно сделать? Провести ревизию в своей жизни, если нужно реорганизацию в этой жизни, то есть посмотреть, что происходит, чтобы менять, трансформировать. Так вот, это такая профилактическая мера. Когда вы уже попали, например, в это состояние, то здесь, как мы и говорили, подышать в ладошки или подышать в пакетик, это, кстати, показывают в американских фильмах. Подышать вот в пакетик. Не надо говорить человеку «Успокойся», вот это вот не надо. Не грусти, ведь я не просила, не грусти. Да, не грусти, успокойся. То есть, это значит, подави свои чувства тревоги, а подавление, это и есть результат этой самой панической атаки. Поэтому дыши там, да, проживай это, позволь этому быть. Вот, значит, это в моменте мы говорим себе, так, сейчас происходит, можно даже проговаривать, сейчас происходит это. У меня выбросился адреналин. Когда я занимаюсь спортом и бегаю, у меня тоже выбрасывается адреналин. Учащается сердцебиение, это неизбежно, но это необходимо, чтобы мышцы двигались побыстрее. То есть, вот, знаете, можно подойти с точки зрения физиологии, что это нормально абсолютно, как по лестнице подниматься. Может, там не падаем бумморок? Вот, что еще? А потом, когда паника отошла, немножко спустилась, можно взять себе такой инструмент на заметку. Вот, листочка у нас с вами с ручкой нет, я вам образно напишу. Представьте себе, пожалуйста, машину. Машину в разрезе. Вот у нас есть только колеса от этой машины. Колеса и руль. И вот там сидит человек, держит руль. И вот руль, рулем, человек управляет передними колесами. Он сам выбирает, куда, сколько ему повернуть. В какую сторону, какой угол взять. То есть, получается, что наш с вами водитель управляет передними колесами на сто процентов. Пусть девяносто восемь с учетом люфта. Но управляет. И, собственно, захотел, поехал по ровной дороге. Захотел, поехал по каким-либо колдобинам. Так вот, передние колеса – это мысли и действия. Это гласеровская терапия. А задние колеса – это эмоции, чувства и физиология. То есть, чувствование и физиологические проявления. Следовательно, что получается? Если вы обнаружили себя в состоянии очень некомфортном эмоциональном, вплоть до панических атак, уже справились вот с этим самым пиком и начинается там, остается тревожность, то можно себе вот эту модель представить. Это так, я, значит, водитель, я сижу за рулем. Что такое? Я управляю передними колесами. И можно себе прям доказать. Например, можете по щелчку пальцев посчитать 2 плюс 2? Можете, да, 4. Можете, собственно, вообразить что-то. Бегает слон с очком, ловит бабочку? Можете. Можете по щелчку пальцев представить, как выглядит лицо? Можете. Можете встать, потанцевать? В общем-то, все доказали. Это управляемая зона. А вот задние колеса, не сможете вы по щелчку пальца ни слезы мне сейчас накапать, ни в агрессию, ни в радость идти, но это же последствия. Задние колеса едут за передними. Вот это надо четко запомнить. То есть эмоциональное, психоэмоциональное состояние человека – это результат того, что вы делаете и думаете. Следовательно, полюбите вопрос. Что для меня значит, что сейчас происходит? Вот что это значит? И вы вот так вот по нисходящей стрелочке отвечаете на вопрос – а это что значит? Это что значит? Будете добираться до глубины и видеть причину. Вот и все. Можно как вариант сделать это. Можно читать и нужно читать книги, познавательные и полезные книги. КПТ-направление, логотерапию Франкла. Можно Владимира Юрьевича Завьялова книжку о реттотерапии. Психотерапия высоким смыслом. Это вообще необходимо для того, чтобы человек, он же человек, развивался, был хозяином своей жизни и мыслил, именно жил осмысленно. То есть как автор, а не как на задних колесах. Да. Осмысленно, как автор своей жизни, с высокими смыслами. Вот человечеству это очень нужно. А он предлагает какие-то смыслы? Ну, то есть через свой опыт, да, там смысл. Например, это что может быть? Вы знаете, эта книга вообще содержит в себе кладезь примеров психотерапевтической работы. Кто с чем как пришел. Это такое многообразие. Не бывает одного конкретного сценария, который к чему-то приведет. Это очень индивидуально. То есть проблема, она универсальна, а решение и как ее человек носит, это очень индивидуально. Вот, собственно. И здесь вот про это. То есть пересказывать книжку, это нам надо с вами отдельная встреча, правда. А вот взять ее на заметку как подспорье для того, чтобы понимать, что происходит внутри человека, можно. То есть аретто такое состояние, высокое состояние умного ума. Повозвольте мне такую тавтологию. Вот. Здорово. Спасибо большое за такой содержательный и полный объемный разговор. Уверена, что это было полезно. И чувствую, что даже у меня тревожность снизилась. А следующая наша тема будет синдром самозванца. Поговорим о том, как чувствовать в своей профессии себя на своем месте. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok